Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 11.06 в Кирове, дневной разворот. Сегодня вторник, а это значит, что у микрофона Юлия Афанасьева и Александр Ассохин. Здравствуйте. Ну что, пройдемся по повестке. Во втором части будем обсуждать инициативу депутата Милонова. Предложил он ограничить доступ в социальные сети подросткам. До 14 лет нельзя будет, согласно его инициативе, регистрироваться, находиться в социальных сетях. Будем обсуждать эту инициативу. Озвучена тема у нас, как обозначено. Детей в России предложили ограничить в пользовании социальными сетями. И опрос у нас. Возрастной ценз для пользования социальными сетями нужен либо не нужен? Вот сейчас смотрю на нашем сайте, эхокирова.ру, большинство, 66 с лишним процента, за вариант не нужен. Вконтакте такая же примерно статистика. 60% за вариант не нужен. Что мы будем обсуждать в первой части? Открытие туристического сезона на Вятке и не только его. Чтобы привлечь в наш регион максимум туристов из соседних регионов, в Кирове проходит много мероприятий. Одно из них сказочные игры. 17 и 18 июня в этом году они пройдут уже в шестой раз. В общем, поговорим в первом части о том, как развивать туризм на Вятке. Туризм не только событийный, но и внутренний. Поговорить об этом мы пригласили. Ольгу Чаузову, исполняющую обязанности министра развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области. Ольга Николаевна, здравствуйте. Добрый день. И Валерия Бровцына, директор Центра развития туризма Кировской области. Валерия, здравствуйте. Ну что, открывается, стартует новый туристический сезон и его официальное открытие произойдет когда? 29 апреля, это будет суббота. Это будет все происходить на Октябрьском проспекте, рядом с цирком, рядом с колесом. Да, все верно. И, как я понимаю, эта дата также обозначена как дата открытия, собственно, этого колеса. Да, в том числе, да, эти два мероприятия объединились, потому что они, в принципе, один другого дополняют. Считаю, это правильное решение. Ну и третье мероприятие у нас здесь еще открытие мотосезона официальное. Точно так же финишной точкой, куда приедут все мотоциклесты, это будет эта же площадка. И, в принципе, целью данного мероприятия является показать нашим горожанам, конечным потребителям, так сказать, весь туристический потенциал, который находится совершенно рядышком. И абсолютно необязательно платить какие-то огромные деньги, можно прекрасно отдохнуть и в Кировской области. И мы постараемся на данном мероприятии, это воочию, чтобы они познакомились, может, тут спланировали какой-то отдых свой. Ну хорошо, давайте поговорим подробнее об этом мероприятии, открытии туристического сезона. Какие площадки будут работать? Что интересного увидят люди, которые туда придут? Ну, конечно же, основной площадкой будет эта выставка туристического потенциала, как я говорила. Примут участие наши туроператоры, турагентства, музеи обязательно. Может быть, будут даже какие-то выставочные, выездные экспонаты, чтобы можно было посмотреть воочию и вернуться уже в музей. Обязательно это будет выставка продажи под открытым небом и сувениров. Это мастер-классы с ярмаркой по народным художественным промыслам, где люди могут своими руками что-то сделать. Это будут основные этой площадки. Кроме того, во время всего дня будет организована концертная программа. Мероприятие, кстати, будет с 12 до 21 часа. В рамках концертной программы будет масса интерактивных конкурсов, будут разыгрываться призы. Кроме того, мы надеемся, что нас посетят и откроют данное мероприятие гости, в том числе высокопоставленные. Также в конце будет уже все ознаменоваться фейерверком. Высокопоставленные гости, а кого ждем? Мы надеемся, что губернатор, заместитель председателя правительства посетят наши мероприятия, руководство города Кирова. Мы, как в прошлом году, практически ожидаем, что вип-гости у нас будут. И торжественная площадка будет максимально интересная, яркая. И с событиями, Валерия уже сейчас рассказала, можно приходить с семьями, с детьми. Они скучать не будут однозначно. Понятно, что колесо будет привлекать внимание в течение всего дня. Оно уже в тестовом режиме работает, все об этом знают. Тем не менее, точка открытия, запуска, там будет красиво оформлена площадка, будет организована сцена, будет музыкальный батл между рок-группами. То есть все секреты сейчас, наверное, не будем рассказывать, потому что программа сейчас формируется очень активно. И будет не скучно однозначно. Целый день можно найти себе, уходя, приходя, и целый день провести на этой площадке. А площадка, вот Валерия сказала, то есть от цирка, то есть не от цирка, да, вот по Октябрьскому проспекту от колеса обозрения до Хилтона. Там у нас туристко-информационный центр находится. И, естественно, мы хотели бы привлечь внимание и к этому объекту традиционно. Там тоже можно получать информационную помощь в части внутреннего туризма и по событийным, и стационарным мероприятиям. Все, что происходит в Кировской области, там всегда свежая актуальная информация. А вот можно немножко подробнее, что из себя представляет выставка турпотенциала Кировской области? Будут свои продукты, которые разрабатывают туроператоры. Мы их попросили, чтобы они уже как-то отсекли, именно на летний сезон сформировали всевозможные турпродукты. Они будут об этом рассказывать, возможно, что-то предлагать, можно будет на месте какой-то тур купить. То есть в музее какие-то активные площадки, это и Порошин, и Юркин парк, и резиденции Ивана Царевича. Они воочию будут общаться, предлагать всевозможные программы. То есть показать частичку того, что увидит конечный потребитель, если он приедет к ним на мероприятие. А вот количество туров их увеличивается с каждым годом? И именно туров, мне кажется, стоит уточнить в районы Кировской области, да? Мы сейчас активно над этим работаем. Именно поэтому еще одной площадкой такой локации на данном празднике будут приглашены именно районы, которые могут презентовать имеющийся турпотенциал. Сейчас уже поступают заявки, минимум 4-5 районов уже согласилось. То есть это Яранск, это Лебяжье, это, скорее всего, Белая Холуница будет. Они в подробности расскажут, чем можно будет заняться, приехав к ним в гости. Вот площадка, выставка продажа под открытым небом художественных изделий. Там кто будет представлен? Будут представлены салоны, которые производят и сувенирную продукцию, и продукция, которая именно характерна для Кировской области, для Вятки, то есть географической привязкой. Во-первых, это позволит привить нашим горожанам в любовь, к своему краю, о том, что мы тоже умеем делать очень красивые вещи. Также они могут и сами попробовать поучаствовать в этих мастер-классах, и вообще узнать, чем богата Кировская область. Начинать надо с себя, любить надо, самим привыкать к нашу родину малую. Слушайте, а вот знаете, что про внутренний туризм интересно? Достаточно давно уже о нем разговариваем, и давно слышим такой тезис, что туры в районы Кировской области надо красиво упаковать, иначе туристы не поедут ни в Советск, ни в Лебяжье, потому что, ну так, ну вот, ну что в Советск ехать? А если красиво рассказать и красиво преподнести, то в Советск, на скалы, да там музей есть интересный. Вот этой упаковкой кто-то занимается? Ну вот на сегодняшний момент, как раз в этом году, конечно, только не в Советск, а в город Котельнич, на местонахождение останков древних париозавров, была вообще создана рабочая группа, в рамках которой обсуждается вопрос, каким же образом сделать данный тур привлекательным. На сегодняшний момент в данную рабочую группу вошли представители администрации, представители нашего туристко-информационного центра, в том числе и предприниматели, которые согласны даже вложить какие-то финансовые средства в брендирование этого маршрута. Вот у нас ближайшая встреча будет, кстати, вот в этот четверг, где мы обсудим результаты проделываемой работы. А какие-то промежуточные итоги уже есть? На сегодняшний момент уже технически сформирован маршрут, то есть есть четкое понимание тайминга, есть четкое понимание всех экскурсий, мастер-классов, что непосредственно туристов ждет во время этого тура. Осталось сейчас только, как вы правильно совершенно сказали, его упаковать, чтобы это было все в едином стиле, чтобы это были сувениры, чтобы это была какая-то символика, идентика, так сказать. Мы сейчас очень плотненько над этим работаем и очень не надеемся. Я думаю, что мы в том числе и запустим данный тур уже в летний туристический сезон. Мало того, еще и информационный тур проведем как раз по этому направлению, по этому маршруту. Для турагентств? Да, фенеральных. Я просто помню, что клуб маркетологов примерно где-то год назад или полтора говорил о том, что необходимо не просто делать туры, но и создавать именно какой-то бренд городов, куда мы едем. То есть, как я понимаю, они здесь тоже будут участвовать или эта тема тоже будет обсуждаться? Ну, с клубом маркетологов мы, конечно же, сотрудничаем. И я думаю, когда у нас появится уже четкий какой-то продукт, понимание, потому что без технического знания они не смогут нам помочь, мы обязательно поприсутствуем на их собрании и, можно так сказать, и помощи попросим. Нам сейчас нужно прерваться на небольшой перерыв. Буквально минутку у нас не будет, и очень скоро мы вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Говорим мы о том, что стартует новый туристический сезон в Кировской области. Говорим об этом с исполняющей обязанности министра развития, предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области Ольгой Чаузовой и Валерии Бровциной, директором Центра развития туризма Кировской области. Обсуждаем, что 29 апреля состоится официальное открытие летнего туристического сезона 2017. Мы уже перечислили частично те мероприятия, которые ждут кировчан на Октябрьском проспекте у пруда, но забыли одну красивую историю. Я знаю, что у вас будет квест для школьников. Да, планируется организовать абсолютно. Не обязательно для школьников. Для всех желающих. Да, для всех желающих. Будет организован квест по парку имени Кирова. Естественно, с показом. И будет краткий рассказ о достопримечательности. Все это будет в интерактивной форме. Кроме того, также будет организовано две пешие экскурсии. Точно так же бесплатные по городу Кирова. От Александровского сада до места проведения мероприятия. И там обратно. Кроме того, у нас при Центре создано движение волонтеров в туристической сфере. И ими будет организована некая такая акция путешествия по Вятке. Они будут проводить видеоинтервью с прохожими. И мы в конце увидим, как у нас реагируют люди на внутренний туризм. И какое мнение у них. Как горожане представляют себе Вятку. А экскурсии кто будет проводить? То есть это сотрудники Центра? Да. Экскурсии будут проводиться с сотрудниками Центра. Они будут абсолютно бесплатными. Ольга Николаевна, скажите, вы как-то меряете, увеличился или не увеличился поток туристов к нам в Киров из соседних регионов? И поток наших кировских туристов по нашему родному региону? Это вообще самый такой сложный вопрос, наверное, в этой части. Вот смотрите, мы ориентируемся на официальную статистику. Она показывает, что на 5% увеличился туристический поток. Но это такая не очень, может быть, достоверная информация. Потому как проблема оценки туристического потока, именно его качественно посчитать достоверно, существует в России в целом. И нам уже Минкультуры России дал поручение всем регионам организовать эту методическую работу на уровне муниципальных образований. Рассказали, как это сделать. И вот мы, собственно, запускаем эту работу в этом году. И надеемся, что уже более цифры такие, более приземленные к реальности мы увидим в конце этого года. А неофициально могу добавить, что у нас повысилась проходимость в туристско-информационном центре за этот год. И очень приятно. Вот наши соседи, Коми, они нас пригласили именно поделиться опытом продвижения туристического продукта за счет туристско-информационного центра. И мы обязательно примем участие, 28 апреля будет непосредственно в Коми. И поделимся опытом, как же мы настроили работу, как мы работаем и о каких-то перспективах. Поэтому нас уже знают и за пределами нашего региона. И мы будем очень стараться продвигать наш туристический потенциал. А вот увеличилась проходимость, кто ходит? Наши кировские туристы? Или это как раз люди из соседних регионов приходят и спрашивают, а что у вас тут посмотреть можно? Учитывая то, что наш туристский информационный центр находится между двумя крупнейшими гостиницами, то, конечно же, заходят к нам и туристы, которые приезжают. И хотелось бы сказать огромное спасибо и персоналу этих гостиниц, которые направляют их к нам. Соответственно, в основные вопросы, конечно, мы отвечаем в целом об истории нашего города, знакомим с нашими свинирной продукцией, это дымковская игрушка, капа корень и так далее. И даже формируем целые индивидуальные программы в зависимости от того, сколько дней находится там человек, какие у него интересы и так далее. То есть это входит в функционал наших консультантов. И если есть такая потребность и желание, то какую-то экспресс-экскурсию по центру города вот прямо сейчас консультант способен провести. Кроме того, у нас в центре есть и специалисты, владеющие несколькими иностранными языками. И если какому-то из иностранцев будет необходима экскурсия, то мы оперативно можем и организовать такого рода. Но вот эти экскурсии, эти туры, я вспоминаю, что несколько лет назад в городе стали появляться определенные аншлаги, рекламные щиты с экскурсиями, то есть уже проведенные какие-то маршруты по купеческой вятке, по романтической вятке. В этом направлении, в этом году планируется что-то делать в городе? То есть, может быть, дополнительные какие-то вот такие указатели, не знаю, в плане инфраструктуры? На самом деле, на это направление у нас средства не выделено. Единственное, что мы планируем, это вот эти лайтбоксы, которые вы упомянули, 9 штук. В прошлом году мы их установили. Будем их подключать к сетям, чтобы они светились в ночное время суток. Ну и, вероятно, придется некоторые отреставрировать, потому что либо после зимы, либо особо, как их назвать, даже нехороших людей, агрессивно настроенных, поломали некоторые конструкции, придется восстанавливать. А что касается данных маршрутов, то наши волонтеры, они, ну, может быть, не каждые выходные, но пару раз в месяц они то же самое бесплатно проводят экскурсии для всех желающих уже по разработанным маршрутам. У нас же был в прошлом году запущен еще и автобусный маршрут бесплатный. Как я помню, к дню города вроде бы его презентовали. Это в рамках празднования 80-летия Кировской области. У нас было предложение, несколько предложений было, в том числе от туроператоров, провести некоторые проекты, да, реализовать. И какие-то были за счет финансирования, какие-то бесплатные. Вот один из проектов, это вот как раз был бесплатный определенное количество выходных дней, экскурсионный вот так маршрут, по маршруту курсировал автобус. Ну, то есть эта история закончилась, это только в прошлом году было? А еще новенькое у нас, вот эти маршруты, они будут у нас, у нас договоренность, мы в этом году открываем экскурсии по воде. То есть на корабле в пределах городской черты будет экскурсовод рассказывать также о достопримечательности нашего города, но это все будет проходить на пароходе. У нас есть звонок, я так думаю, что мы готовы вывести нашего слушателя в эфир. Алло, здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Казаков Роман Николаевич, увлеченный как раз внутренним туризмом. Так, у вас, наверное, есть какой-то вопрос или комментарий? У меня есть просто маленькое пожелание, потому что очень часто езжу по России на своем автомобиле, именно тоже по Золотому кольцу, по Серебреному, по Русскому Северу. Ну, у нас в Вяткино очень маленький выбор, маленькое предложение вятских кувениров. Я имею в виду самых популярных, таких как хотя бы магниты, в общем-то. Это, во-первых, потому что то, что есть, это или наша вятская традиционная дымковская глиняная, либо деревянная, выпилена лобзиком. Нет нигде этих современных объемных магнитов, в общем-то, панорамных, типа 3D, типа под гжель, типа на резинке, в общем-то, это войдет абсолютно. А то, что предлагаются, допустим, поделки, ну, это же сумасшедшие цены, цены сумасшедшие. А туристы рассчитывают и приехать, посмотреть, в общем-то, взять маленькие воспоминания, а не закупаться, как сказать, там, дорогущими вещами. Современную сувенирную продукцию, доступную по цене, вы хотели бы видеть? Доступную и именно такую презентабельную, приятную, для туристов, приятную. По крайней мере, в общем-то, в Владимире, в Новгороде, в Ростове Великом, там выбор огромнейший и есть, что взять. Там, именно, выбор, конкуренция хорошая, вещи качественнейшие. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Всего хорошего. Вот, кстати, по поводу магнитов я абсолютно согласна, потому что как-то раз ездила в командировку и нужно было что-то привезти, да, какие-то сувенирчики своим московским коллегам. Понятно, ты не повезешь 10 дымковских игрушек. Во-первых, ты вылетишь в трубу, покупая дымковские игрушки. А во-вторых, как везти? И я стала искать магниты дымковские. Я их искала очень долго. Вот, прокомментируйте, пожалуйста. Вам надо было просто прийти в туристский информационный центр. У нас представлен достаточно широкий выбор сувенирной продукции. И мы как раз старались взять недорогой сегмент. Обязательно, вот еще раз скажу, что с географической привязкой. И в ассортименте есть, конечно же, и дымковская игрушка, но достаточно доступна, порядка 100 рублей. Кроме того, у нас в Кировской области, я думаю, надеюсь, мы поможем в этом, будет заявляться на всероссийский конкурс «Туристский сувенир». А финал планируется, что он вообще в Кировской области пройдет в начале октября. Поэтому, конечно же, это шикарнейшая площадка для обмена опытом. И наши производители посмотрят, как другие регионы это делают. И я думаю, что мы в данном вопросе с мертвой точки сдвинемся. И вот как Центр развития туризма мы, конечно, постараемся держать руку на пульсе и рекомендовать производителям делать именно туристические сувениры. То есть, может быть, вопрос в том, что далеко не все знают, что нужно идти за такими сувенирами в туристский информационный центр. Потому что вот я, например, не знала. Я тоже не знала. Хотя мне бы сам Бог велел знать. Ну и, может быть, расширить количество этих торговых точек, где можно приобрести. Но здесь как раз-таки реплика у Романа Николаевича была, что, может быть, интересные сувениры делать, что-то новое. То есть, с каким-то новым подходом к этому относиться. Вот по поводу финала туристического сувенира, который в октябре. Это уже решенный вопрос? Да. Он точно будет в Кировской области, в Кирове проходить. Да. С какого по какое число известно, может быть, уже? Дату конкретно пока еще она согласовывается. Но это будет, скорее всего, первая декада октября. Каждый год наш регион участвует в этом конкурсе, фестивале и получает награды практически каждый год. Какие достижения у нашей области в этом? В прошлом году, естественно, «Дымковская игрушка» у нас заняла первое место. К сожалению, я очень много под номинацией. Я тут не рискну сейчас точно сказать. А у нас в прошлом году региональный проходил этап. И на финальном. Я вхожу в состав экспертного совета, поэтому я присутствовала еще и на финале. Книги о «Дымковской игрушке» у нас тоже занимают места. Но это все равно, вот все верно, Валерия сказала, что там много сегментов, номинаций много. То есть VIP-сувенир, городской сувенир и так далее. И понятно, что «Дымковская игрушка» — это наш бренд. Есть дорогой сегмент, есть более дешевый. Но то, что Роман Николаевич упомянул, мы, на самом деле, с нашими предприятиями Народно-художественных промыслов неоднократно встречались, обсуждали вопросы вместе с туроператорами о необходимости разработки и создания недорогих качественных сувениров в дешевом сегменте. Потому что то, что могут наши туроператоры в качестве даже подарков, купленных, кстати, в стоимость которой путевки входят, каждому участнику путешествия дарили. Ну, работаем над этим вопросом, потому что не так-то просто, оказывается, удешевить продукцию, ручная работа. Но «Магнитиков» достаточно много, на самом деле, продается и в центре Новоросского, и в центре туризма. И это как дополнительный ассортиментный ряд к нашим традиционным промыслам, он уже появляется. Вот вы сказали про стоимость путевки, а какова средняя стоимость в Кировской области путевки, ну, предположим, в этот же Котельничь или Верске, Полянах, Советск? И выросли ли по сравнению с прошлым годом? Нет, с прошлым годом не выросла. Средняя стоимость – это вместе с дорогой, вместе с питанием на взрослого человека на весь день. Это на один день? Да, это есть без ночевки где-либо, это будет составлять примерно около трех тысяч. То есть около трех тысяч рублей на одного человека, если мы говорим о семье из трех человек, умножить на три. Да, это в случае, если будет набрана сборная группа человек 30. Да я за эти деньги в Казань съезжу. Ну, вот мы помним, что в прошлом или в позапрошлом году у нас открывались, как раз-таки только открывались, туристические потоки в Вятские поляны через Налинск, также было в Котельничь, Советск. Понятно, что там с ночевкой, то есть это на два дня. Такие туры, предположим, Вятские поляны, проезжая через Советск, через Налинск. Какова стоимость? Не можете сейчас... Вот я не могу так сходить, вот если я просто боюсь ввести в заблуждение, но это тоже где-то в пределах пяти тысяч рублей, но это тоже с питанием, со всеми экскурсионными программами, с мастер-классами и так далее. И у нас все туроператоры, которые работают в Кировской области, их 14, формируют сами турпродукты, турмаршруты, и систему скидок, и свои цены, и учитывая, что эта конкуренция определенно существует, они формируют, на сайте у них можно зайти и посмотреть. Ну и надо не забывать о том, что это не просто экскурсия, где вы просто слышите какую-то информацию, у вас постоянный интерактив и постоянно в чем-то участвуете. У вас и питание, и проезд, все туда включено. А вот, кстати, наши региональные туроператоры, насколько им интересно делать туры по Кировской области? Насколько активно они сотрудничают с вами в этом плане? Ну, благодаря вот общей тенденции развития внутреннего туризма, въездного, да, в Российской Федерации, этот интерес увеличивается. Но понятно, что раз они являются туроператорами, имеют право формировать маршруты как по Кировской области, так и за пределами Кировской области внутри страны. Им интересны как раз маршруты, и у них ассортиментный ряд туристических продуктов, которые они формируют, он разнообразен. И понятный интерес, мы даже с ними обсуждали, они говорили, что до 50% доходит оборот по России, в том числе по Кировской области, в общем доходе, потому что туроператорами не являются для внутреннего везнового туризма по России, а турагентами для выездных продуктов, да, то есть проекты, те, которые в сфере туризма существуют, вы за пределы России, они являются турагентами, которые, то есть продают путевки. Притом они очень четко ориентируются в какие тренды сейчас, то есть если на сегодняшний момент можно сказать, что сельский туризм сейчас наиболее поддерживаемый и развиваемый, они очень быстро подстраиваются. То же самое село Ашей, да, где Воснецовская была, то есть и гастрономический туризм, там же открыта новая сыроварня, и те, кто раньше, может быть, никогда не занимались туризмом, там как фермерство было, то они очень быстро перестраиваются и открывают уже гостевые дома с какой-то интерактивной программой, как жить на селе хорошо. Мы немного заговорились, уже половина 12-го нам нужно прерваться, сейчас мы уходим на рекламу и очень скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 11.35, у нас остается буквально 10 минут, и мы говорим про открытие летнего туристского сезона. 29 апреля на Октябрьском проспекте, рядом с колесом, рядом с прудом, с 12 до 21 часа будут представлены как туристические операторы, так и различные мастер-классы пройдут, и мотопробег по городу Кирову, концертные площадки, квесты, музыкальные баттлы и многое-многое другое с 12 до 21 часа. В субботу 29 апреля. Ну а мы переходим... Переходим непосредственно к мероприятиям туристического сезона. К мероприятиям самое, наверное, яркое и эмоционально насыщенное это сказочные игры, которые пройдут в нашем городе уже в шестой раз в 2017 году. 17-18 июня запланировано это мероприятие. 40 сказочных героев, 12 стран мира, Германия, Италия, Грузия, 15 тысяч гостей фестиваля. Что в этом году будет нового? Не такого, как в прошлых. Ну, во-первых, мы поменяли площадку. Если в прошлом году площадка была уже определена, это Юркин парк, в этом году это будут две основные. Это Аполло, парк Аполло, первая площадка. Там в основном, конечно, мы ждем маленьких гостей, участников фестиваля. С 10 до 12 она будет работать. Потом ожидается сказочный велопарад параллельно проходить. И основная площадка, которая будет работать с 12 часов до вечера, это Александровский сад. Мы также ожидаем большое количество гостей в виде сказочных персонажей, которые съедутся к нам. Вот мы с Валерией посмотрели. У нас тоже есть чем гордиться. Вот из 48 это кировские участники. У нас есть свои интересные персонажи. Сказочные, добрые, яркие. Кто это? Кикимора. Кикимора. Да, можем. Девица-метелица, князь Волтуш, Воснецовская Аленушка, Аврия Дина-Порошинская, Иван-Царевич, Глинышек-Иранский. Глинышек-Иранский. Вот как на экзамене. Шахматная королева. У нас замечательная, кстати, команда. Живет в городе Орлов. Шахматная королева и шахматный король. Это очень красивая пара, когда они приходят, рассказывают, интерактивную программу проводят. Тут реально очень гордимся своими героями. И вообще, если мы посмотрим на этот фестиваль сказочной «Игры на вятке», он очень добрый и несет серьезную социальную подоплеку. Особенно и в первый день. Он яркий, красочный. Очень много проходит интересных мероприятий, интерактивных игр для детей. Причем мы приглашаем большое количество участников из социальных учреждений. И мы в этом мероприятии партнерами являются у нас... Ну, очень много по социальных учреждениям. И самое главное, второй день. Мы сказочными героями разделяемся на две команды, а может на три в этот раз, и посетим тех детей, которые не имеют возможности уехать в течение основных праздников на площадке, на улицу даже выйти, да, то есть больных детей, которые остались без попечения родителей. И для них наши сказочные герои проводят удивительные, добрые такие игры, которые воодушевляют и родители, которые вот на руках держат больных детей, да, и в то же время дети вовлекаются в эту игру, включаются, глаза загораются, и болезнь, кажется, отступает на какой-то период времени. И в то же время те, которые без опеки родителей остались, вот в эти дома ребенка мы приезжаем, и они сначала такие колючие выходят, смотрят очень так осторожно, что за красивые или, конечно, сказочные персонажи пришли. Но вот этой вот добротой своей вот... Они вовлекают в этот хоровод, игру, и снова улыбки, снова подарки. У нас большое количество, надеюсь, в этом году тоже будет спонсоров, которые предоставят нам куклы, игры детские, которые вот, ну, где-то как персонально, а где-то даже в целом на больничные учреждения будут предоставлены для общего пользования, скажем. Поэтому, ну, вообще, хорошее мероприятие, вот такое душевное, и поэтому мы стараемся изо всех сил, кстати, мы не единственные, кто в участниках, в организаторах является, и Центр туризма, и Министерство культуры, и Министерство соцразвития, и здравоохранения. И администрация города Кирова. Да, администрация города Кирова, конечно, всегда подключается. То есть это коллективное такое... Много ответственных лиц объединились в едином порыве. Конечно. А во второй день, то есть я правильно понимаю, что сказочные герои будут ходить по соцучреждениям определенным? Да. А список их какой-то определенный? Много это будет? Сейчас это формируется, в прошлом году их было восемь. Ну, не менее шести, потому что в один день, именно вот посещать, с утра до вечера мы это делаем, ну, чтобы там не на полчаса прийти. То есть все равно программа достаточно такая интересная. Пока дети привыкнут, пока поиграют, потом попрощаться, фотосессия, ну, пообщаться лично, там на руках посидят. Ну, в общем, очень... Я просто посещала в прошлом году, до сих пор себя под впечатлением. Надеюсь, что в этом году нам удастся посетить минимум шесть таких площадок. 8 из 40 сказочных героев, это наши вятские, будут из 12 стран мира. Нет, это в прошлом году. Это в прошлом году. В этом году мы сейчас смотрим. У нас отбор сказочных героев будет проводить организационный комитет. И не надо забывать, что и за пределами Кировской области, и в других субъектах Российской Федерации также есть уникальнейшие сказочные герои, у которых резиденции действуют постоянно. Вот на них мы обращаем внимание. Почему? Потому что у них уже сформированы интерактивные программы, даже несколько сценариев, и они, как профессионалы, уже играют с детьми, ведут какую-то либо программу. Но не надо забывать, конечно же, основной посыл — это социальный посыл в сказочных играх, но из данного мероприятия мы делаем мероприятие событийного туризма. Именно поэтому в этом году впервые в организационный комитет были включены туроператоры, которые в рамках внутри вот этого уже фестиваля они формируют туристические продукты. И мы поможем им данные туристические продукты реализовывать и за пределами Кировской области. То есть мы будем выдвигать данное предложение туроператорам соседних регионов. Может быть, точно таким же ТИЦам у нас сейчас заключаются соглашения. Уже 12 соглашений заключено, еще планируется в этом году около 10 соглашений. Мы обязательно воспользуемся информационным обменом и постараемся, чтобы на данный праздник приехали детки из других регионов. Я спрашиваю по поводу сказочных героев. Известно, что из других стран кто именно приедет и из каких стран сейчас? У нас на сегодняшний момент разосланы приглашения. До 30 апреля мы принимаем заявочки. В течение трех дней после 30 апреля уже будет определено. Пока рано говорить. Но мы надеемся, что, конечно же, традиционно это будет Италия, Германия. Возможно, возможно, из других стран. Коль скоро мы с вами все-таки событийный туризм обсуждаем и внутренний туризм, можете ли вы сказать, сколько туристов из других регионов, например, или, может быть, из районов области привлекают сказочные эггеры? К сожалению, статистики такой не велось. В этом году мы постараемся, у нас будут отдельные волонтеры, которые будут подсчитывать, во-первых, количество гостей на фестивале, эмоциональную окраску, понравилось, не понравилось, что понравилось, что не понравилось. Естественно, если это будут конкретные группы из других регионов, у нас эта информация будет. Если они самостоятельно приехали, просто один из критериев в вопросе будет и такой. И я надеюсь, что данная информация нам очень поможет, потому что мы намерены в дальнейшем только развиваться. Если допущены какие-то, может быть, неточности, мы их обязательно исправим и в следующем году еще каким-то образом улучшим. В прошлом году площадка переместилась, ну, можно сказать, что за город. В этом году вернулись снова. То есть Юркин парк, как-то не ужились там герои? Нет, было все хорошо, но как раз выбор городских площадок, он как раз обусловлен тем, что мы планируем, что к нам приедут именно туристические группы. А это ведь определенная инфраструктура. И помимо нахождения вот на этом фестивале, им покажут много других достопримечательностей, которые находятся в нашем городе. И кафе, и гостиницы рядышком близко. И в эти туры включено очень много и других объектов осмотра, помимо вот самих игр. Это просто удобно. 17 июня сказочные игры, два дня будут проходить. У нас остается буквально минута. Можно сказать еще, о каких мероприятиях в этом году стоит ожидать. Уже, может быть, план сформирован по каким-либо... Именно событийных? Именно событийных. На сайте visitkirov.ru есть раздел событийных мероприятий. В районах области у нас есть. Каждый год формируется этот реестр. И по большому счету можно зайти и посмотреть, какие-то будут межрегиональные, какие-то уровни муниципального. То есть каждый муниципалитет старается провести интересные, особенно в летний период, мероприятия для своих жителей. Мы по мере сил будем поддерживать их в этой инициативе. Как минимум, это Гренландия, это взлетная полоса Байкорок-фестиваль, это Орловская ладья, возможно, это и Стабенский огурец будет. Каждый район, он все равно, как минимум, у него за сезон два-три мероприятия бывают. И эта информация, она очень оперативно обновляется. Если есть какие-то вопросы, вы можете всегда обратиться в Торискоинформационный центр. Ну и 29 апреля также, наверное, будут представлены, в том числе, какие-то проекты, которые ожидаются в этом году реализовать с 12 до 21 часа, 29 апреля. Тротуар Октябрьского проспекта рядом с прудом, рядом с колесом обозрения. Всех больших и маленьких кировчан ждут на открытии туристического сезона. Ну а мы благодарим наших гостей. Мы говорили о развитии внутреннего туризма с Ольгой Николаевной Чаузовой, исполняющей обязанности министра развития предпринимательства, торговли, внешних связей Кировской области. И Валерия Бровцына, директор Центра развития туризма Кировской области. Спасибо большое, что были с нами первый час. Мы уходим на новости, затем тематические программы, и во втором часе вернемся уже с темой ограничения в пользовании социальными сетями. Продолжение следует...